Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы можем говорить о реальной серьезной нестабильности в регионе И мы видим как Россия реагирует на эту нестабильность Для Кремля стало очевидным заявить о готовности защищать Таджикистан в случае усиления нестабильности в Афганистане Именно об этом заявил Сергей Шойгу во время своего визита в Душанбе И нужно сказать, что я ожидал этого заявления Потому что у России сейчас очень велико искушение втянуться в новый афганский конфликт Мы видим, что этот конфликт развивается неравномерно У талибов сначала было весьма успешное наступление на фоне выведения войск Соединенных Штатов из Афганистана Сейчас это наступление происходит не так бойко, как в первые дни Но тем не менее понятно, что возможности гражданского конфликта в Афганистане далеко не исчерпаны Собственно, они не исчерпаны с начала 70-х годов XX века Когда возникли первые предпосылки для конфронтации между религиозной и светской частями афганского общества И между представителями различных национальных групп, проживающих в Афганистане И вот именно в конце 70-х годов XX века у советского руководства возникло искушение вмешаться в политическую ситуацию в Афганистане Которое привело к решению части высшего советского руководства во главе с тогдашним генеральным секретом ЦК КПСС Леонидом Брежневым О введении войск в Афганистан для помощи прокоммунистическому режиму в начале Хафизулы Амина А потом уже откровенной советской марионетки Бабрака Кармаля Мы знаем, чем окончилось это введение войск в Афганистан Позорным бегством советского контингента Крахом просоветского режима, который тогда возглавлял Наджибулла А затем и развалом самого Советского Союза Поэтому у нас принято воспринимать Афганскую войну в качестве прелюдии к краху самой Советской империи Советский Союз, можно сказать, надорвался во многих аспектах, но и в Афганском тоже И возникает вопрос, а не произойдет ли что-то похожее сейчас? Ведь для российского политического руководства защита своих союзников Центральной Азии является демонстрацией своих имперских возможностей Понятно, что если не сохранить стабильные режимы в Таджикистане или Узбекистане, то Россию никто не будет воспринимать в качестве серьезного игрока в регионе Ну и кроме того, непонятно, какие режимы придут на смену предсказуемым режимам президентов Которые либо правят своими странами с 90-х годов, как ММА Ли Рахмон Либо являются наследниками первых постсоветских правителей, как Шавкат Мирзиёев в Афганистане Однако возникает вопрос, а насколько в принципе российские войска готовы к реальной конфронтации с афганскими талибами И вообще к столкновению с нестабильностью в Афганистане, если такая нестабильность захлепнет соседние регионы стран Центральной Азии Ведь это же не просто заявление о защите и не просто некая военная база, которая размещена на территории Таджикистана и должна защитить эту страну от нестабильности Это введение нового ограниченного контингента теперь уже российских войска Да, конечно, сначала в Таджикистан, однако неизвестно, как дальше будут развиваться события и не придется ли этому ограниченному контингенту реально воевать Это и возможность террористической опасности, причем не только для Таджикистана и Узбекистана, но и для самой России Если Россия будет воспринята в качестве главного спонсора тех режимов, которые сейчас утвердились в Душанбе и Ташкенте У этих режимов появятся могущественные вооруженные оппоненты в Афганистане Словом, тут может быть очень много самых разных составляющих, о которых сейчас российский министр обороны даже и не думает Как не думал советский министр обороны Дмитрий Устинов о том, что произойдет в результате ввода советских войск в Афганистан в 70-е годы прошлого века Ну и, конечно же, необходимо понимать, что реальные военные действия в Центральной Азии Это отнюдь не прогулка для российских вооруженных сил И что предсказать, как будет развиваться ситуация, тут никто не может Мы ведь помним, что и у Соединенных Штатов были куда более радужные надежды на стабилизацию ситуации в Афганистане, когда туда вводились американские войска И мы знаем, что эти надежды, они давно уже похоронены И что сейчас есть хотя бы смутное желание того, чтобы центральное афганское правительство смогло договориться о мире с талибами После того, как американские войска окончательно покинут регион А не до того, как они собирались это сделать И когда талибы были куда более сговорчивыми с точки зрения своих истинных намерений Естественно, в момент, когда американцы были в Афганистане, эти намерения лучше было не обнародить Поэтому стоит сто раз померить, прежде чем отрезать ножницами Шойгу, обещание о помощи Таджикистану в случае афганской нестабильности Но, впрочем, есть и другой очень важный элемент Россия может просто хотеть воспользоваться афганской нестабильностью для того, чтобы усилить свое военное присутствие в Центральной Азии Может быть, вообще ради этого российские представители проводят интенсивные консультации с представителями движения Талибан Может быть, у талибов и России гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд И если талибы будут пугать Душанбе и Ташкент возможной нестабильностью в этих странах То, разумеется, Москва может предлагать свои военные услуги и Таджикистану, и Узбекистану, и другим странам Центральной Азии И в результате окажется, что главная опасность для этих государств – это были вовсе не талибы А главная опасность для этих государств – это Путин и Шойгу Который, прикрываясь возможной афганской нестабильностью, просто оккупирует территории стран Центральной Азии И уже с помощью военной силы, которая будет гарантом сохранения постсоветских режимов Будут диктовать им свою собственную волю в ближайшем будущем Так что тут могут быть разные моменты развития ситуации Однако каждый из них способен привести к войне и нестабильности В не меньшей степени, чем действия Талибана Спасибо, друзья Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него Подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который позволяет нам развивать эти проекты Удачи! Продолжение следует...